Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня у нас на обзоре серия фидеров от компании Colmix Slender Rush. Серия насчитывает в себе 5 моделей, 3,65 длиной 2 штуки до 60 до 80 грамм и 3 штуки с длиной ровно 4 метра, там от 60 до 120 грамм. У нас здесь на обзоре будет пока 3 модели, потому что 2 модельки, одну не завозили, вторую их было очень мало, и их быстро разобрали, и поэтому ждать сейчас, чтобы подвезли хотя бы одну, или потом снять обзор, нет смысла, потому что вот то, что у меня сейчас здесь на столе, это самые, в общем-то, ходовые модели, и 90% рыболов, которые вот на эту серию запали, да, что называется, хотят из нее какой-то фидер, они обязательно заказывают вот что-то из этих трех, потому что они действительно закрывают практически, ну, необходимые горизонты в своих длинных и тестах. Значит, серия считается достаточно топовой, да, это не прям супер верхний сегмент, да, но это вот ближе к верхнему сегменту. Уголь, высокомодульный карбон, здесь написано у нас 60G, это аббревиатура такая вот внутренняя, грубо говоря, ну, условно можно считать вот на всем известной маркировках, это 46 тонн уголь, приблизительно так, вот, может быть, чуть-чуть пониже, да, чем 46 тонн. Значит, ну, как бы я к ним отношения к производству не имею, поэтому я могу вот догадываться по материалу, по бланку, по весу и так далее, но я думаю, я уверен, что я не ошибаюсь. Значит, сразу по дизайну рукояти. Рукоять, некоторые считают, что она не очень удобна для некоторых, да, почему? Потому что идет такой вот срез с одной стороны, и при этом нету среза с другой, потому что у Колмика были такие в серии Раш тоже, у Дилища, Карповые, у них срез идет с двух сторон, и это более-менее как-то удобоваримо лежит в руке, но вот здесь, когда вы работаете, у вас получается как раз вот этот срез наверху, И как маркетинговый ход, он очень приятен, действительно, но вот народ пугается, когда это видит, говорит, что вдруг будет неудобно, еще что-то, но на самом деле удобно. Я просто такой заход сделал, да, на самом деле удобно. Почему? Потому что вот здесь у вас катушка, естественно, стоит, да, вы вот так вот беретесь, и у вас получается вот этот срез, он как раз фактически ложится на руку. И это действительно как площадочка такая кажется, и она действительно удобна. Здесь тонкая юбка такая, широкая рукоятка из Эва, здесь идет сборка под пробку, да, с двух сторон, и внизу материал Раббар, долговечный, надежный, не впитывающий воду в себя, то есть единственный его минус это вес, ну, как бы он не насклеивает, здесь его чуть-чуть совсем, как раз сделан для того, чтобы все нагрузки, там, торцевые какие-то пробка, да, ударяете, или, там, ставите в землю, еще что-то касается, то есть он будет максимально надежный. Пробочка здесь вот сами, да, достаточно качественные обои, ну, я бы сказал, там, практически верхний ценовой сегмент, то есть с ними тоже ничего не случится, можно в этом не переживать, как, в общем-то, с самой Эвой, которая в рукояти, да, и, соответственно, в форогриппе катушка-держателя. По катушке-держателю он стоит такого средненького размера, здесь на всех он однотипный. Даже вот у меня, ну, третья моделька, 120 грамм там тест, то есть там катушек-держатель точность такой же. По поводу катушек, до 6-тысячника сюда лезет совершенно спокойно, вот, но у меня там была катушка, я сейчас не вспомню, как она называлась, какая моделька, да, 8-тысячник, он сюда не встал по ширине, то есть лапки слишком длинные, да, и нужно было отпилить лапку у катушки, тогда он бы заходил. Поэтому вот имейте в виду, по поводу форогриппа и Эва на ней. Качественная очень Эва, ничего здесь не проминается, надежнейший держак, то есть можете про качество вообще переживаний, кто-то там переживает, забыть полностью, то есть это у вас на долгие-долгие годы, то есть вот претензий к колмику в качестве этих палок нет никаких. Закрыта гильза, катушка держателя, где бланк входит под форогриппом, ничего туда никогда не зальется, соответственно, здесь лак этот не взбухнет от времени тоже, да. Ну, колечки здесь достаточно большие, то есть, ну, необходимый, скажем так, тот размер необходимый, который нужен для вот такой длины, и теста конкретного удилища. Ну, вот, как бы, давайте перейдем уже конкретно к этой. Это вот у меня в руках 3,65 с тестом 60 грамм, ну, соответственно, сами понимаете, это одна из самых востребованных удилищ. Ну, вот, это, она покрывает пруды, озера, водохранилища, то есть это ближние, средние дистанции, чуть-чуть, даже чуть дальше средних. По вершинкам. В комплекте 3 вершинки, карбон, полтора, единичка и двушка. Кольца. Тот минимум, который необходим для пролетания того же узла шок-лидера, плетня 0,11, 0,13 плюс моно 0,24, 0,28, как я люблю вязать такое. В принципе, это показатель, такие узлы должны всегда пролетать. По тестам. Они соответствуют тесту. То есть, ну, вершинки сами короткие, 45 сантиметров, по-моему, они. Сейчас я измерю вам, более точно скажу. Кто переживает, что будут захлесты от стрела тюльпана, да, от стрела кормушки, тюльпан отскочит и так далее. То есть, не переживайте, они короткие и они не подвержены заломам таким. Значит, да, 45 сантиметров длина, все карбон, посадка 2,3 у этих вершинок. Значит, ну, давайте еще разочек, 3,65 до 60 грамм, рукоятка 45, от центра держателя до кольца 68, транспортная длина 126. То есть, кольца, кольцо 1,5 миллиметра, 1,5 сантиметра и диаметр бланка 1,4. Так, следующий. 3,65 до 80 грамм. Колечко тоже 1,5. Диаметр бланка здесь должен быть чуть-чуть побольше, 14,5. Вершинки тоже с такой же посадкой, все карбон. По градации. 1,5-2 и 2,5 унции. Все подписаны, соответственно. Так, по диаметру. Колечко, как сказал, 1,5 здесь мерил, да, 14,5. Длина рукояти 45. От центра держателя до кольца 67. Транспортная длина 127. Эти вот фидера самые востребованные, скажем так, это реки, озера, водохранилища, каналы с не очень большим течением в рамках теста, скажем так. И дальше уже херик, такой 4-х метровый, до 120 грамм. Здесь набор вершинок и посадка уже 3 миллиметра и набор вершинок уже с более крупными колечками. Тоже они соответствуют тесту. Ну, приблизительно там плюс-минус, совсем немного, но не критично. По унциям 2, 3, 4, 2, 3, 4, то есть этот фидерочек как раз очень востребован для рек. Если вы хотите фирменный фидерок для рек в этом тех тестах, да, это Волга, АК, там и так далее. Но по тестам, по нагрузке я скажу попозже. Значит, рукоятка 50 от центра держателя до кольца 62. Транспортная длина 137. И колечко у нас по диаметру нижнее 19 и 15 толщина бланка. Давайте раскладывать. Так, мы разложили. Давайте пойдем. Значит, 3,65 до 60 грамм. Показываю вам на камеру, чтобы было наглядно видно. Добротно очень сделаны. То есть я вот сейчас внимательно все просмотрел. Да и тогда, когда на тесты их брал на реку. То есть все очень приятно. И в руках лежат. Толстенькая рукоятка. Видите, где я вот берусь такая, где юбочка, скажем так. Она упирается как раз вот в нижнюю часть ладони. И приятная. То есть карта колец. Посмотрите, какая. Вот я специально на двери вам показываю. То есть идеальный исход лески. Ничего тут не цепляется. Все отлично. Прогрессивный строй. Смотрите, классический прогрессив. Очень фасылистый. По вершинкам поставили здесь мы среднюю из комплекта. Нагружаем. Видите, он и вязать будет, и бросать очень хорошо. Ну, посильнее немножко можно поддергать. Да, вот я вторую руку даже сильно сейчас начинаю тащить вверх. Видите, какая парабола. Вот отлично работает бланк. Ну, отличная серия вообще. Мне очень понравилась. И колечки не переживайте, что возможно кому-то скажут, что потом побольше надо. Внутренний диаметр не полторашка. Нет, здесь все улетает, потому что расстояние от держака до кольца позволяет сюда вставить спокойно шеститысячник даже. Ну, как бы больше нет смысла сюда вставлять. И теперь два слова по поводу минимум-максимум. То есть он, перегружать его можно. Я ставил 56 грамм плюс корм на него. Ставил 70 грамм кормушку плюс корм среднего объема. И все он пулял. И даже начинает пулять от 28 грамм. Там уже все он вкладывается и как бы фактически бросает за рыболова. Значит, 3,65 до 80. Следующий, но чуть более старший брат. Все то же самое. Отличные кольца. Приятный строй. Видите? Прогрессив. То есть это водохранилище, каналы, озера, реки с небольшим течением нагружаем. Видите? И так же вот вторую руку я сильно тащу вверх. Ну, вот запас большой. И видите, бланк работает очень прогнозируемо. Распределяет нагрузку. Соответственно, по тесту, естественно, он будет бросать в рамках теста тоже оптимально. Это 42,56 грамм плюс корм. Вот. Но кому нужно, естественно, если там плавным броском с постепенным ускорением, то можете поставить 70-80 грамм кормушку с небольшого объема. И, естественно, не спиннинговый, то есть не хлесткий заброс, чтобы был. Именно не хлесткий. С постепенным ускорением с плеча. То есть совершенно спокойно он бросит. Ну, и следующий фидер. Это 120 грамм. Посмотрите, какие кольца. Отличнейший. То есть сход. Никаких проблем. Я сюда ставил кормушку 120 грамм. Она у меня улетала. Дальше фидер начинал уже не бросать далеко. Поэтому совершенно спокойно. 56 грамм. От 56 до 100 грамм. Это вот его. Ну, до 90. 56-90. Это вот прям отлично. Даже 100 грамм он бросает. Вот. Приятная палочка. Она чуть-чуть тяжеловато держится в руках. Лежит в руках ровно до того момента, пока вы держите ее здесь. Вот в магазине, если будете смотреть, возьмите так, как вы будете в реальной жизни держать. Да, то есть рукоятка она длинная. Рычаг позволяет заброс очень хороший. Дальний сделать. То есть по забросу у меня улетала под 100 метров на ней. То есть совершенно спокойно. Но и запас прочности чувствуется очень хороший. Течение она также держит вот в тех диапазонах весов, что я сказал. Давайте нагружаем. Ну, так же сильно я тащу. Вот очень хороший строй прогрессивный. И видите, весь бланк с ростом нагрузки он начинает дальше распределять. Вершинки чувствительные. То есть никаких проблем здесь ни у кого не возникнет. Итак, друзья, как обычно, в конце у нас чехол от Фидера Слендер Раш. Вот такой красивый чехол. Голубой с оранжевой окантовкой. С завязочками. Липучих тут нету. Но он прорезиненный. Даже не знаю, с чем сравнить. В принципе, материал прочный очень. Чехол тяжелый. То есть он тяжелый. Действительно резина, синтетика, не пропускающий влагу, не впитывающий запахи и тому подобное. То есть чехол действительно очень достойный. Когда берешь его в руку, то даже колено оттуда тяжело выходит, потому что он прям мощный. Прям совсем-совсем мощный. Значит, должен сказать еще момент по поводу вопросов, которые в комментариях возникают, в ВКонтакте и так далее, и на Ютьюбе, в других местах, в соцсетях, где мы присутствуем. Многие спрашивают те вопросы, которые я уже освещал в своих статьях в журналах «Рыбалка на Руси», «Рыбачки с нами» и «Рыболов элит». Поэтому там ловля карася, ловля уклейки, леща на реках, штекерная ловля и тому подобное. Многие эти вещи я уже описывал очень-очень подробно, со всеми там характеристиками и тому подобное. Поэтому посмотрите, пожалуйста, на сайте Мультифиш в разделе «Обзоры и советы» есть мои статьи. Я туда выложил их, чтобы их просто не было разбросано по инету или там на сайте журналов этих их можно найти, да, но проще все-таки на Мультифиш в разделе «Обзоры и советы». Там есть мои статьи. То, что я там не касался, естественно, я, да даже если и касался, да, я все равно буду по новой это все снимать уже видео. Но кто хочет побыстрее что-то там, какой-то вопросик узнать, вполне возможно, он ответ на этот вопрос найдет уже в этих статьях. Потому что статьи, с моей точки зрения, достаточно насыщенные информацией. То есть я не могу сказать, что они там плохие или средние. То есть я их оцениваю как хорошие, добротные статьи. Далеко не у всех есть такие статьи. Поэтому посмотрите, пожалуйста. И второй момент. Кто покупает у нас удилища, имейте в виду обязательно, потому что не знаю почему, возникают вновь эти вопросы. Значит, у нас на получение запасных частей к удилищам, купленных у нас, имеют право люди, кто покупал у нас удилища, первое. Второе. Кто подписан на странички в социальных сетях магазина Мультифиш. Обязательные условия это ВКонтакте, Телеграм и Ютуб канал. И крайне желательно, Инстаграм, Фейсбук и Рутюб. Это такие условия. Если даже вы сломали удилище, наступили, вершинку переломили, колено какое-то сломали, наступили, упали, кто-то вам сломал. То есть по небраку, скажем так, то все равно мы вам отдадим колено бесплатно в период действия акции. Второй момент. И последний момент также, даже предпоследний. От магазина вы получаете бессрочную гарантию на заводской брак на все купленные у нас удилища. Бессрочную. Да, на заводской брак. И последний момент. Если кто-то хочет принести что-то в ремонт своего удилища, мы также даем бессрочную гарантию на место ремонта. То есть на весь срок службы удилища, что в месте ремонта, где мы делали, оно уже не сломается. Соответственно, у нас сервис-центр наш существует больше 20 лет, и мастер не менялся. У нас, да, мастер тот, который и был. Соответственно, сами понимаете, опыт у него огромный. Поэтому заказывайте в магазине Multifish. Будете обеспечены запасными частями в период действия акции. Всего вам доброго и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok